МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предприятие по производству гранита получило льготный кредит РБК на сумму 256 миллионов тенге. О процессе упрощения ведения бизнеса в Казахстане рассказали в Департаменте государственных доходов столицы. Так, например, планируется сокращение кодов уплаты налогов в два раза, уменьшение количеств уведомлений на 30%, сокращение проверок на 22%. Кроме того, сотрудники фискальных органов пообещали, что благодаря новым послаблениям ожидается рост количества бизнес-субъектов, зарегистрированных в режиме онлайн в два с половиной раза. Тем не менее, в Департаменте госдоходов обнародовали и информацию о нарушениях, которые допускают предприниматели при ведении бизнеса. В частности, речь идет об уклонении от уплаты налогов. Но, по словам представителей фискального органа, подход в целом в органах госдоходов изменился. Главная цель – предупреждение возможных проступков и повышение роли профилактики. Почти год наш департамент работает в новых условиях. Это объединение позволило оптимизировать многие процессы и реально облегчить жизнь бизнесу. За год есть определенные результаты. Общеизвестно, что все, что касается уплаты налогов и таможенных платежей, для бизнеса – это совокупное бремя для бизнеса. Что касается статистики, то за 9 месяцев текущего года собрано доходов в бюджет на сумму почти 483 миллиарда тенге. А по состоянию на данный момент Астана занимает второе место в республике по поступлениям в казну. Перероз поступлений только по местному бюджету, сравнивая 9 месяцев текущего года и аналогичный период прошлого года, составляет в местный бюджет 20 миллиардов тенге. Это лучший показатель по стране. Основные условия такой динамики – это благоприятный бизнес-климат, столица – высокий уровень инвестиций и улучшение фискальной политики. Прирост только по прямым налогам без разделения на республиканский и местный бюджет составил 34 миллиарда. Предельные тарифы АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями КИГОК» утверждены на 2016-2019 годы. Об этом сообщили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики страны. Так, в 2016 году тарифы на услуги по передаче электрической энергии составят 2 тенге за 1 киловатт-час. В 2017-м – 2,2 тенге. В 2018-м – 2,5 тенге. В 2019-м эта норма составит 2,8. А вот в 2020-м она останется на той же отметке. Напомню, с 1 апреля этого года КИГОК снизил тариф на услугу по передаче электроэнергии по своим сетям до уровня в 1,9 тенге за 1 киловатт-час. Тем временем в парламенте принято решение о переносе запуска рынка мощности в Казахстане с 1 января 2016 года на 1 января 2019-го. При этом предельные тарифы на 2016-й год по отпуску электрической энергии на производящих компаниях в Министерстве энергетики было решено сохранить на уровне 2015-го года. Об этом сообщил вице-министр энергетики Бакаджан Джаксалиев. Банк РБК профинансировал на льготных условиях предприятие по производству гранита на общую сумму более 256 миллионов тенге. Ставка по льготному займу составляет 6% годовых. Инвестиционный проект компании ЖТСУ «Гранит» реализуется на месторождении Капала-Расан в Алматинской области. Он предусматривает строительство цехов по производству облицовочного гранита и гранитных блоков, подведение необходимой инфраструктуры, а также строительство вахтового поселка и приобретение технологического и транспортного оборудования. Проект будет реализован в рамках государственной программы льготного кредитования МСБ в сфере обрабатывающей промышленности. Первый транспорт из банка был выдан в 2014 году и израсходован на закуп оборудования и спецтехники. Второй на проведении строительно-монтажных работ был получен компанией в феврале этого года. Сейчас объект введен в эксплуатацию и выходит на проектную мощность. Уже к 2019 году на предприятии планируют производить 5000 кубометров гранитного блока трех групп, 30 тысяч квадратных метров брусчатки и 500 тысяч кубометров строительного щебня. И на этом у меня все. Мы продолжим следить за новостями корпоративного сектора. Оставайтесь на канале. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok